Всем привет, ребята! Меня зовут Дима, я являюсь ведущим продавцом-экспертом компании Спортмастер. Сегодня я расскажу про новые модели от компании Adidas – Adistar. Геометрия модели. Кроссовки позиционируются брендом, как обувь для медленного бега. Я побегал в этой модели и могу сказать, что для длительных тренировок модель точно подойдет. Пара обладает плавным и в то же время очень динамичным перекатом, провоцирующим набег с пятки. Перепад составляет 6,5 мм. Переход от пятки к средней части плавный, далее динамика повышается и стопа быстро уходит с опоры на отталкивание. Форма промежуточной подошвы характерна наплывами пены на боковины кроссовка. Сделано это для поддержки стопы по бокам, на неровных поверхностях. То есть стопа модели сидит ниже, чем визуально может показаться. Промежуточная подошва. Новый пеноматериал двойной плотности состоит из мягкой и легкой платформы «Репетитор» и более твердой пены «Репетитор Плюс». У меня были опасения, что контраст жесткой постановки на пятку и мягкой пены в передней части будет некомфортным. Но если посмотреть под стельку, видно, что твердая пена в пятке имеет мягкую сердцевину внутри из пеноматериала «Репетитор». Новый пеноматериал напоминает пену «Лайт Страйк» в трейловых кроссовках «Терекс Тубоа». Вес. Американской девятки составляет 320 грамм. В руках и на ноге кроссовки ощущаются гораздо легче, чем выглядят. Например, модель Adidas Response Super ощущается гораздо тяжелее, при том, что внешне гораздо меньше. Проводил съемку стоп-покупателя на беговой дорожке в этой модели. Кроссовки не валкие, но и самыми стабильными не являются. Например, держат стопу лучше, чем кроссовки HOKA ONE ONE RINKON, но хуже, чем Gaviota. Как итог, модель действительно подойдет для неспешных пробежек для начинающих бегунов без претензий на высокие скорости. Это универсальные кроссовки. Я жду вас в магазине Спортмастер. Приходите и покупайте обувь с удовольствием. Всем бег!